В Украине сейчас эпоха подмены понятий, считает политолог Виталий Бала. Войну называют АТО, вместо спецподразделений используют мобилизованных, а военно-гражданские администрации вводят без введения военного положения. Это порождает серьезный кризис в обществе и демотивирует военных, считает ученый. Разговоры о военном положении – инструмент шантажа для народа, политиков и западных партнеров, считает политолог Руслан Бортник. Людей пугают, что станет еще хуже, возможно, тотальная мобилизация. Политики боятся сосредоточения власти в руках президента. А западные партнеры опасаются остановки децентрализации, а значит, срыва Минских договоренностей. Это попытка президента, его окружения, вернуть хотя бы частковую субъективность в этой международной великой игре. Мы видим, что и первые Минские угоды, и другие Минские угоды привели до ее, что не меньше, частковой втраты. Мы видим, что много процессий идут поза нами. Нас не то, что не допускают за стиль перемовин стоимо нашей же доли, нас даже не допускают примещения, где эти перемовины идут. На самом же деле, власть боится военного положения не меньше всех остальных, уверяют политологи. Ведь президент полностью не контролирует армию. Военные недовольны главой государства. А при военном положении наиболее вероятен военный переворот. В ближайшее время военное положение могут ввести только при вторжении России в Харьковскую и Сумскую область, комментируют политологи. Однако этого эксперты не ожидают. Еще могут принять такое решение, если останутся недовольны результатами выборов, чтобы умножить их на ноль и остаться при власти. Оксана Виттер, Александр Маранюк, 17 канал.